В прошлом видео демонстрировал интересный пример с определением передаточного отношения сложного зубчатого механизма с постоянной структурой. Глядя на механизм, можно увидеть три пары зубчатых колес, расположенных последовательно. Показано два варианта определения общего передаточного отношения. Какой из них правильный? Как ни странно, верны два варианта. Первый вариант – это решение с погрешностью, а второй – без погрешности. Действительное число можно представить в виде десятичной или простой дроби. В первом случае, в зависимости от степени округления, получаем более или менее точное значение. Если проверить с помощью калькулятора на смартфоне, получаются следующие результаты. Если выполнять операции по очереди и жать знак «равно» после каждого действия, то получаем округленное значение. А если записать все действия подряд и нажать знак «равно», получим точное значение. Определение передаточного числа можно записать простыми дробями. Затем их перемножить и получить одну дробь с произведениями в числителе и знаменателе. А далее использовать математические преобразования с разложением на простые множители. Кстати, на инженерном сайте есть программа, позволяющая раскладывать натуральные числа на простые множители. В результате получаем точное значение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!